Мы сегодня будем выделять тех, которые обладают, так называемым, маркерским свойствам. Надеюсь, у меня хватит маркера. Неформально можно выразить так. Если мы знаем, что произошло в настоящий момент, то прогноз на будущее не будет изменен при добавлении информации о прошлом. То есть вероятность наступления некоторого будущего, если мы знаем, что произошло сейчас, она такая же, как если бы мы знали, что произошло сейчас, это настоящее, и то, что произошло в прошлом. Теперь, наконец, определим, что же такое цепь маркера. Цепь маркера мы будем называть последовательность случайных чисел. x0, x1, x2 и так далее. В каждый момент времени n принимающее значение из какого-то множества, которое называется пространство элементарных исходов. Оно может быть счетным или конечным, в любом случае, можно считать, что оно проиндексировано натуральными чиселями. 1, 2 и так далее. То есть это некая случайная система, и мы смотрим на ее поведение в каждый момент времени. Например, первый момент он принимал первое значение, второй, третий, четвертый, пятое и так далее. При этом система должна обладать маркерскими свойствами. В следующем смысле. Вероятность того, что в n плюс первый момент времени система находится в житом положении, при условии того, что в нулевом момент времени она оказалась в состоянии и 0, первой и 1 и так далее, в xn в минус первом, в i, n минус первом, в xn там, i там совпадает с вероятностью того, что она оказалась в житом состоянии в n плюс первый момент, при условии, что в n-ый момент она была в н-ый момент состоянии. Ну и получается, это в точности маркерская свойство. Будущее при всем известном прошлом системы зависит только от предыдущего шанга, который мы считаем настоящим. И это свойство справедливо для всех моментов времени n и всех состояний и g, и 0, и так далее, и n минус первого, и 0, и 0. Это общее определение с марком. Мы можем составить матрицу. Матрица P большая, с элементами i, p и g, i и g от 1 до n большого по всевозможным составляниям, которые обладают двумя свойствами. Но, во-первых, все ее элементы не отрицательны. Похоже на то, потому что это вероятности, да? Потому что это вероятности. А второе, это что сумма по всем строкам по g от 1 до n, и лежит их равна единице. Для всех i. Это значит, что и состоянием i мы куда-нибудь обязаны. С вероятностью 1 мы точно куда-нибудь перейдем. Ага. Вот. Матрица с такими двумя свойствами называются сахартическими. Испытаем. Вот. Но, на самом деле, даже если вы сейчас немножко запутались, то это очень просто понять, потому что для конечности для Маркова их удобно представлять в виде направленного графа, где вершинами будет состояние, а иерогеры между ними имеют места равные вероятности перейти из одного ребра в другое. Ну, например, у нас есть три состояния. Первое, второе, третье. И пусть, ну, скажем, из одинницы мы можем перейти в себя с вероятностью 1 третья и в двойку с вероятностью 2 третьих. Продолжаем наш пример. Ну, пусть из двойки в одиничку мы можем перейти с вероятностью 1 вторая. И из двойки в тройку тоже получается 1 вторая. Ну, а из тройки мы можем перейти только в единницу с вероятностью 1. Давайте попробуем по такой простой типу Маркова представить матрицу переходных вероятных. Если кто-нибудь мне поможет, то диктуюсь будет здорово. Итак, на первом месте P1-1 у нас есть вероятность того, что из единицы мы перейдем в единицу. Да. Есть идея. Наверное, одна третья. Спасибо, Лимон. Дальше из единицы в двойку мы переходим с вероятностью. Может, на все в чате я тоже вижу. Спасибо. Класс. Ну, и больше, мне кажется, из единицы не можем никуда перейти, поэтому это ноль. Смотрим на картиночку. Это скрин с какого-то сайта, который можно погуглить. Остага, расчет Остага. Что происходит при страховании Остага? Это обязательное страхование авто... Что-нибудь там. Короче, как оно действует? Оно действует прямо по схеме, которую я сейчас написала. Изначально все клиенты попадают в третий класс. У него коэффициент единичка. То есть он не платит 100% страхового взноса. Дальше мы смотрим, получается, сколько страховых случаев у клиента было за прошлый год. Если не было страховых случаев, то он отправляется в класс 4, в следующий класс. Если был один, то он отправляется в первый класс. И если больше одного, то он отправляется в страшный класс М, где страховой взнос аж 245% от исходного. Ну и, соответственно, видно, что дальше с четвертого класса снова без страховых случаев он может упасть в пятый класс и так далее. Самый лучший класс — это тринадцатый. В нем клиент ежегодно платит всего лишь 50% от страхового взноса третьего класса. И если он проживает без страховых случаев, то он стоит в этом же классе. Дальше, соответственно, он понижает его. Или вообще, если 4 или более, то можно снова отправиться назад. И в 13 лет, то есть даже больше получается. Пускай у нас теперь есть всего лишь три класса — нулевой, первый и второй. В нулевом списка — 0% на страховой взнос. В первом, если клиент попадает в первый класс, то он платит на 15% меньше. Если у второй, то он на 25% меньше. Все новые клиенты попадают в нулевой класс. Дальше, чтобы подняться на один класс выше, нужно проехать год без страховых случаев. И если произойдет хотя бы один страховой случай, то мы улетаем на любой класс. Сейчас будем по нашим правилам, которые, я надеюсь, все забыли, оставлять цвет марта. У нас есть три класса — нулевой, первый и второй. Естественно, состояние считать этих классов. Нулевой, первый и второй. И будем считать, что вероятность хотя бы одного страхового, произойти хотя бы одному страховому случаю — P. Кто запомнил правила, которые были только что, может помочь мне нарисовать переходы между классами. Получается, если есть авария, то мы отправляемся в ноль, и если нет аварии, то мы повышаем класс на один. Получается, из каждого класса у нас два варианта, куда нам нравится. Из налевого класса — куда мы можем перейти. Отлично. Правда. Если мы в нулевом классе, у нас произошла авария, то никуда ниже, никто у нас не выходит. И в нулевом классе мы уже и останемся. Дальше. Ага, спасибо. В класс первый, если у нас не произошло ни одной аварии в год, мы прибавляем один класс, и с вертностью 1-P попадаем в первый. Отлично. Думаю, дальше уже точно все это не понятно, что происходит, когда мы находимся в первом классе. Спасибо. Спасибо, Иван. Только везде не говорим. Здравствуйте. Ноль. И... С вероятностью 1-P. Ага, спасибо. Спасибо. Ну, осталось два последних маленьких шага. Если мы уже самые крутые, находимся во втором классе, но случайно оступились и попали в аварию, то мы отправимся... Нет, короче, прикол в том, что мы... Да, наверное, все-таки сложно было сразу с правилами. Короче, мы, если совершаем одну ошибку или две ошибки или 10 ошибок, мы все время в ноль падаем. Поэтому из 2 в ноль мы переходим с вероятностью... Погнали? Погнали. Из нуля в ноль мы переходим с вероятностью... Ну, у вас она нарисована, но это буква P. Напряжемся, почитаем вождение во второй. Тут уже можно попросить кого-нибудь, да? Можно попросить, а можно написать ответ. Давайте попробуем. Я пошел посмотреть ответ. Получается, надо написать вектор строка из трех компонентов. Надо найти P2. Вот это формули. Получается, нужно умножить вот этот вот вектор строку справа на... Я сама не очень хорошо умножаю в таком порядке, но я сделала администрацию. Ага. P, P2, 1 минус P минус P2. А я не помню. Мы вообще-то про зал, ты же, это 6 минут. Ну, надо это не чуть-чуть, и только я один написал, надо подождать всех ответов, нет? А, это будет хорошо. Ладно, идем. Что-то, по-моему, Евгений, а в третьей компоненте там все норм получается или нет? А в второй? Я посчитал, у меня столько получилось. Потому что у меня столько получилось. Сидите, считайте сами. Ага, ага, ага. Сейчас, смотрите. Ой, как много всего. P, P минус P2. Ну, короче, вижу ответы, да, есть почти, все правильные, почти. Кроме Евгения Игоревича, да? Кроме Евгения Игоревича. Евгений Игоревич, вы это считаете? Следующее, о чем я хочу поговорить, это PageRank. PageRank — это алгоритм, который разработали создатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж в 98-м году. Что он позволяет делать? Он позволяет транжировать поисковую выдачу, скажем, вы погуглили Цепи Маркова. И чаще всего первый вылазит Википедия. Дальше вылазят какие-то еще другие сайты. Как видите, я готовилась к сегодняшнему семинару. Ага, снова 10 минут, прекрасно. Ну, надеюсь, успею начать рассказывать. Да, но не всегда вылазит Википедия. Это еще зависит от релевантности, которую мы не рассматриваем сегодня, да? В смысле, там в Гугле более сложные алгоритмы, что вы мне сами говорили. Но изначально он был именно такой, как рассказывается человек. Да, да, да. Надо сказать, что этот алгоритм был разработан в 98-м году. С тех пор куча всего поменялась. И ясно, что люди, которые хотят, чтобы их сайты были выше, всеми силами пытаются как-нибудь понять и взломать этот алгоритм. И как-нибудь его обмануть. И ясно, что сейчас он уже не такой. Если успею, я в конце расскажу, как тот алгоритм, который я рассказываю сегодня, можно обмануть. Довольно просто и симпатично. Ну, так вот. Основная идея алгоритма состоит в следующем. Страница тем важнее, чем больше на нее ссылаются, в свою очередь, авторитетных источников. Картинка из Википедии, которую можно тоже так же легко найти. Вот у нас есть страницы об отсюда и так далее. Чем она больше, тем она релевантнее. Видно, что самая большая, крупная страница B. На нее ссылаются почти все. С другой стороны, есть страницы C и E. И видно, что на C ссылается один большой источник B. А на E ссылаются много маленьких. Это потому, что на E ссылаются маленькие, которые вообще неправильно какие. А другие на C ссылаются, вот B большая. Скажем, если на ваш блог ссылается Википедия, то он крутой и будет выше в выдаче. А если на вас ссылаются только ваши друзья, то... Что, в принципе, вполне логично. Эту простую идею можно интерпретировать через цепь Маркова. Вроде как авторы исходной идеи вообще никак на них не опирались, просто с каких-то общих соображений. Но реализация, интерпретация с цепью Маркова наглядная. Что мы делаем? Переключаемся дальше на доску, быстренько расскажу идею, потом посмотрим конкретный примерчик. В чем состоит алгоритм? У нас есть какой-то обезличенный усредненный пользователь. Есть N страниц в сети. Во времена Pages и Brino в 1998 году эта N была порядка 400 миллионов. Сейчас, конечно, много больше. Но у нас это просто N. И этот пользователь, начиная с произвольной страницы какой-то, на которой есть ссылки, на другие страницы из этих N, он, каждый раз попадая на страницу, он равновероятно переходит по одной из ссылок, которые ведут снова на страницы из этого числа N. Переходит, и дальше по ним переходит и так далее. Если он натыкается на страницу, на которой нет внешних ссылок, то мы считаем, что с этой страницы он равновероятно переходит на все остальные страницы в этой сети. Вот. Ну и ясно теперь вполне как можно интерпретировать это в терминах цепи Маркова. Страницы — это состояние. А переходы, возможно, переходы по ссылкам — это переходы между этими состояниями. Причем с каждой страницы мы переходим равновероятно по ссылкам, которые на ней есть. Ну и так далее. И если все страницы связаны таким образом, то мы для соответствующей цепи Маркова считаем стационарное распределение и ранжируем эти страницы в поисковой выдаче, присваиваем их в PageRank на основании того, насколько велика вероятность попасть на эту страницу в стационарном распределении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...